всех приветствую мои родные любимые сердце моего дорогие веганы христа любчики ну что сегодня такой у нас ролик будет о последних временах я кстати редко касаюсь все таких тем но поговорим есть такой комментарий интересный давайте я вам его озвучу и дам свой ответ нет вот просто интересно тимур с пишет кролику книга откровения 6 глава 4 печати 4 коня но если еще ничего не сбылось и произойдет не скоро встает вопрос зачем тогда вообще изучать книгу откровения нет никакого смысла утверждение и вообще зачем наш господь дал нам эту пророческую книгу отвечаю на вопрос тимура все очень просто во первых я и в этом ролике скажу по книге откровения но мне вся целиком записана на моем канале христолюб библия и иные писания чтение библии иных писаний этот канал христолюб проповеди выпивающего в пустыне вегана а там вы найдете всю библию целиком записан в частность книга откровения и зачитываем книгу откровения со своими комментариями я утверждаю на основании этой книги последовательно читаем и что мы даже не вошли в книгу откровения все эти современные нас они они очень актуальны да и заполонили весь интернет я бы сказал загадили да о том что уже все все вот грядет у кого-то уже давно идет уже даже царство антихриста уже мы в нем живем то конечно же я на основании книги последовательно читаю показываю людям что мы даже не вошли в эту книгу эта книга последовательная она рассказывает о последних временах лживые толкования ортодоксов и протестантов то есть православных которые призов о том что там это начинается она описывает период чуть ли не с восхищение иисуса христа на облаке на небеса да и там белый конь первые то чуть ли не светлые апостолы которые ходили по миру это бред собачий я там это показываю кому интересно можете обратиться к моим чтениям и все это увидеть воочию поэтому если это не произойдет человек не как ну как был бера беря за аксиома моего утверждения которое показываю по книге то зачем как он тут в этот вопрос зачем тогда вообще изучать книгу откровения а и вы знаете муссировать сусолить мусолить и и там изучать не особо то и надо но прочитать ее и понять ее нужно точно так же как мы читаем и книги прошлого зачем нам прошлое прошлое не существует будущее не настало же и настоящим ешь пей веселись душа моя вопрос я могу вот так интерпретировать тогда или так и ответить и все станет на свои места мы ее не изучаем мы точно так же как всю библию просто по прочли с мозгами включив мозги и сердце и книга откровения действительно дает нам знание и и и просто вопрос я не совсем и рот когда это чайки опросы конечно безликих так скажем комментарии кто там от тимур до христианин нет насколько христианин но задай вопрос зачем иисус рассказывал 24 25 глава от матфея самая большая евангелие то одно в четырех разных интерпретациях канонических у нас есть да ну и самая раскрыта тема это последняя речь иисуса когда они ну может быть последние последних временах когда они вышли вы помните уже принципе на страстной неделе как это называют да уже не за горами арест иисуса вы помните они в очередной раз посещают иерусалим хотя петр говорит господи долго ли давно ли тебя искали убить и хочет туда идти снова вы помните они приходят там куча споров опять прений с иудеями законниками книжниками фарисеями вы помните когда они выходят из иерусалима в час начала из храма иерусалима петр ученики восхищаясь там же ирод по супер новым технологиям того времени отстроил кстати и сам иерусалим до столицу израиля и и храм был кто знает построен да и отреставрировано отреставрирован ира там тоже кучу денег туда в бухал до чтобы быть любимчиком народа ирод был великим строителем кто знает в при его при его царствование израиль просто так скажем сиял благолепием всей этой красотой да и вот иисус вы помните петр показывает смотрите здание иисус сказал не радуйтесь все это будет камня на камне здесь не останется и его спрашивают расскажи нам как это будет вы помните и в матфей это речь более расширен даже вопрос учеников и о том как будет каково пришествие твою там прям вопрос вот такой вот учеников по матфею и в две главы но пусть в современной интерпретации деление книги иисус говорит о чем о последних временах еще короче понятно книга откровения 21 глава сами понимаете 21 глава получается господь иисус вместил в две главы да это вся 25 глава уже там суду с посвящена но в 22 км я крайне тоже есть поэтому будем просто делать и как я зачитав себя привожу конечно же аналогию так вот иисус книгу откровения краткое содержание знаете как у нас помыще учились книжка краткое содержание было чтоб там сочинение слизывать это все не вот иисус по сути дал такое краткое содержание тогда задай вопрос иисусу зачем он ученикам рассказывал последних временах с этих времен прошло две тысячи лет и ничего еще не случилось а эти две тысячи лет и зачем он все это ученикам говорил чтоб дошло по цепочечке до тех ты вот спрашиваешь зачем ну когда ты будешь жить в последние времена то ты будешь предупрежден а кто предупрежден тот вооружен знаешь что делать куда бежать кому молиться задать тогда вопрос зачем бог вообще отголосками и в разных вариациях еще много чего сказано к ней в разных писаниях в частности особенно много это у пророков а уж особенно если тебе интересно мой дорогой посмотри у меня уже так как весь ветхий завет записан книгу даниила уж там о последних временах хоть тоже такими кто знает это она кажется большой сложный там просто круги фибоначчи об одном и том же 10 раз опять 25 чем еще в больших символах и образах чем говорил иисус и уж тем более в книге откровения пожалуйста зачем бог даниилу все это открывал и сказал даниилу что все это он запечатал ибо это относится ни к его времени не ближе а к далеким далеким временам но ты напиши и запечатай ну и задайте вопросы богу хотя я на тени она на тебе тебе на них уже ответил до вооружен предупреждет во первых простое любопытство нам всем так интересненько что будет и смотри господь как тешит наши наши интересы да ну люди людям свойственно до интересоваться и хочется знать есть такая фраза хочу знать на есть по передача такая была какая-то не помню детского или юношества где они там что-то соревновались в уме типа олимпиады да вот так и это книга откровения зачем ее изучать я не говорю тебе целыми днями сидеть над ней фанатеть карпеть сложные трехмерные графические изображения выводить чего-либо там было или гадать на чем-то там много будет открываться уже те образы которые открыты по времени вот и все но там и без времени достаточно многие вещи понятно и многие время не у нас нету дат но сроков там достаточно ты можешь из этой книги я один яркий пример расскажу этого достаточно что со времен время принятия печати антихриста начало на лоб кто помнит до гонения до второго числа христа пройдет сколько три с половиной года это очень важно знать то есть когда сейчас несут ахинею что там протестанты баптисты в частности ждут на чемоданах уже сколько они уже сколько раз второе пришествие иисуса предсказывали сколько раз она у них не получалось и они 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 без стыда и совести они своим адептам дальше эту хинею несут они даже не пытаются оправдаться им просто все до лампочки они одну дату назначили вторую третью десятую и вот они на чемоданах ждут второго пришествия слушайте причем реально ждут на чемоданах со дня на день они говорят он может завтра прийти слушать если вы на чемоданах сидите ждя второго пришествия иисуса христа то значит вы уже в царстве антихриста печать вы принимали нет а кто принимал а где ее раздавали а где эти два пророка а какие сильные игры часа я просто остановиться не смогу а какие сильные два пророка которые будут в иерусалиме там земли будут тоже могут затворять там голод будет будут восхищены живьем на небо взяты когда их убьют их трупы будут несколько дней специально для назидания негодника то что они будут тип таких пророков революционеров как всегда посреди иерусалима призывать народ покаяться и весь мир будет виден уже понятно почему весь мир есть интернет видеокамеры айпи камеры мы все конечно это будем видеть что это уже сбылось кто-то слышал таких двух пророках которые в центре иерусалима несколько лет проповедовали обличали всех их убили они лежали они были воскресли и живьем были взяты на небе произошло великое землетрясение где там куча людей погибло а храм построили ну все ну ежу понятно по книге откровений сам иисус га чтобы и апостол глядит что будет восстановлен храм и антихрист сядет на святом месте где он сядет ну понятно где святое место по или по еврейству у них есть одно святое место это храм в центре иерусалима он стоит его даже еще не построили а эти ждут уже прихода христа баптийский бред он ни в какую нормальную голову не влезет но они в эту половину наверное конечно который там есть не верят в это они как всегда сидят в этих сектах до чтобы гладили по головке обычные такие же безвольные безмыслящие абсолютно никчемные люди потому что человек который считает что не хочет ничего вообще познавать ни к чему не стремится он не достоин небесного царства только потому что он просто никчемное существо потому что человек и ты никогда ничего не добьешься и это безвольность сейчас не хочу обидеть людей она проявляется потом во всем в любой истине надо будет где-то заступить за слабого они будут сидеть молчком они на зло будут соглашаться просто так они спасены веру и все до лампочки я сколько пытался протестантами это донести что никакой веру никто вообще спастись не может вера это вообще не добродетель вера это не свойство вообще души человека она она лишь она лишь материя так назовем или возможно или как назвать субстанция этого мира я сейчас верю потому что бог мне кое-что закрыл я не весь невидимый мир вижу когда я буду в небесном царстве якобы или те же сам баптисты там протестанты и не надо будет верить в бога он будет всячески во всем с нами он будет и светильник и храм этот бог иисус христос его даже трогать опять можно будет как в его первое предшествие на землю как вы помните радостные апостолы в частности ан богослов так и писал о том что мы видели слышали осязали руки наши мечта всех истинных детей божьих до что бога даже трогать можно вот это да соприкасаться с ним слышать его реально до смотреть на него да так что по книге откровения ну а как как зачем нам все книги тогда ставлю или прошлое до прошлое да прошлое забыли будущее задает вопрос если христианин зачем иисус об этом говорил вот нет никакого смысла смысл есть огромный вот это то что мы еще в нем не живем во первых все времена вот ты знаешь время антихриста можно назвать каждым временем то что в каждом поколении каждую минуту жизни есть и хорошие и плохие люди но действительно на том все-таки бог раз являлся на землю придет второй раз все эти события реальны и знать их мне допустим было не безинтересно да я вот я вооружен вот именно я могу отвечать на этот бред я могу людей выводить из тьмы это истина причем будущее она много тебе дает для тебя никакого смысла для меня очень великий смысл потому что я вот не будучи таким просвещенным или это была бы закрытая литература для избранных или еще что-то сколько сейчас ахиней несут я начиная с этих блогеров проповедник нужно слово блогер она уже смешалась совсем естественно человек просто сейчас видео камеры на смартфоне у каждого есть с каждой можете снимать выкладывать на youtube или в любую другую социальную сеть или площадку пожалуйста и сколько ахиней я услышаю я знаю ты лишь не как для меня огромный смысл я в землянку 5 сентября на день записи этого ролика 2020 года не полезу я знаю что царство тихо не настал я знаю что и первая глава еще не сбылась и вот этих не бред не ахинеи слушать и тем более им следовать для меня не актуально потому что я знаю как ты лишь бессмысленную книгу и когда-то да посвятил время ее изучению ну я не сижу целыми днями не я ее читал последний раз на день записи этого ролика год или два назад сейчас библии вообще не читаю потому что она в моем сердце я могу отличать добро от зло истину от лжи вот и все так что вот так вот так что вот так вот какой тут еще и вообще зачем наш господь дал нам эту пророческую книгу ну в принципе я ответил на все вопросы я просто хотел еще рассказать по уже общее знает тоже так накопилось все равно и конечно какие-то ролики там посматриваю тоже мне хочется вам от чистого веганского христианского сердца сказать что поменьше слушайте бреднее всяких больных людей это раз психически или на голову и есть уж вы тем более христиане или около того если вы как-то почитывайте библию что-то оттуда сравнивать что-то пытаетесь там сделать будьте внимательны почитать и внимательно и я конечно же могу рекомендовать прежде всего себя кого любимого до кого еще порекомендуешь прочитайте только знаете тоже читать книгу откровения не зная всей библии это настолько глупое занятие мало чего вам откроется если вы считаете себя христианином в частности да я грунт может быть каким-то интересующим с человеком многие могут конечно принадлежать другой какой-то религии и все равно и там библию изучать да то конечно же я всех ры всегда приглашаю отправляю даю ссылку на свой канал христалюб библии иные писания где у меня библия записана целиком вы такого контента не найдете я думаю на ю тубе нигде я всем горыс найдете сбросьте мне этого человека ссылку на этот канал где библия целиком от 1 стиха 1 главы 1 книги бытие до последнего стиха последней главы последней книги откровения записаны вот и когда вы всю библию прочтете а если еще и с моими прослушайте комментарии я думаю вы не останетесь никогда прежним во много чего откроется вы много в чем станете самостоятельными да вы просто начнете у вас я думаю что после такого курса как можно назвать да вот у вас мозги просто встанут на место и они сами вы знаете цель всех моих видео вот у многих людей мозги просто поломанные там две шестеренки вот так стали и не крутится моё дело заставить их просто там убрать какие-то палочки ненужные что-то смазать что за грудь чтобы вы сами заработали сделать вас вечным двигателем чтобы сами стали мозги мозгами думать вот и все они говорили там кузнецов христолюб я бы хотел как иисус чтобы все стали учителя не все стали наставниками совершенными добрыми мудрецами вот так вот поэтому всех конечно рекомендую ну хотя вот как мы видим кто-то читает слышит и не слышит что я там говорю хотя и кстати роль понятно не последний не комментариев уже после прослушивания всей книги но все-таки когда ты библию узнаешь последовательно прочитав ее вдумавшись тем более или тем более вот с таким как я который все-таки кое-что понял в этой жизни мягко скажем да сам себя нахваливаю кому-то кажется но как себя не нахвалить сказать что я грешный как православный супер грешный тупой ничего не знаю вы знаете вот они сами настолько глупые абсурдно что они даже не понимают если я такую чушь несу что я грешный грешный супер грешный недостойный негодяй перед богом то какой-то вообще рот открываешь на ютубе или где-то там а он там какой-нибудь и гуминтов и архимандрит патриарх нон грешный грешный супер грешный господи дару не видеть грехов моих бесчисленных как песок морской я ему пишу я говорю перестань убивать животных отстанет меня господи я грешный грешный супер грешный дару и мне видеть грехов моих игры вот твои грехи лжешь убиваешь при 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 кидываешься дурачком каким-то людям ахинею несешь 6 грешный тогда иди вымаливай свои грехи чё ты на ю тубе тогда сидишь ты грешный иди и тогда я своих грехов избавишь чё ты гре чему может научить грешник грехом только вот так вот к сожалению это беда я всем настоятельно рекомендую советую от чистого сердца бежать из всех сект сломя голову как можно дальше как можно надолго надольше или навсегда вообще на всех этих православий католичество протестантизма это вообще такая дурь такая беда это такая помойка головного мозга что вы никогда ничего не поймете все я с вами прощаюсь кому нравится в ролике лепим лайки все это помогает продвижению канала делитесь этими видео у себя на страничках соцсетях на своих площадках где имеете если считать что они несут благо вам и окружающим вас людям подписывайтесь на канал кто не подписан на все мои каналы найдете всегда в описании к ролику на каналах на рекомендованных пишите комментарии что вы думаете а все тексты по которым я читаю библию на моем авторском христианском сайте вы найдете абсолютно бесплатно и свободном доступе христолюб . ру пока пока до встречи в следующих роликах